Четвертое заседание по делу в седьмой студии в Мещанском суде Москвы уже не вызвало такого же ажиотажа, как первое. Но все равно, поддержать Кирилла Серебренникова и его коллег пришло немало сторонников. Сегодня продолжились допросы основных обвиняемых по этому делу. В первый день суда очередь из группы поддержки обвиняемых растянулась на пару десятков метров от входа. Сегодня их куда меньше, но все равно. Среди зрителей можно заметить и студентов, и известных артистов. Чулпан Хаматова и Илья Киджакова пришли поддержать коллегу. Культура нуждается в таких людях. Это забудивает остальных. В зале суда Кирилл Серебренников четыре неполных дня рассказывал о проекте платформы и о том, как выделялись и распределялись деньги. Часто повторял, его дело спектакли ставить, а не бумаги оформлять. Как тратились средства, он толком не знал. Его интересовало, на что они тратятся. А сегодня в деле обнаружились и, возможно, поддельные документы. Кирилл Серебренников не признал якобы его подпись в платежной ведомости. Будут ли проводить экспертизу финансовых документов, пока не ясно. Это остается на усмотрение суда. Мы видим, что им просто даже не хватало тех денег, которые им перевозило Министерство культуры. Я просто не понимаю, когда они успевали еще задумываться о том, чтобы эти деньги украсть. И откуда они могли их украсть, если им не хватало денег на проект. Они добавляли свои собственные деньги, они брали кредиты. Это все, по-моему, очевидно. В здании суда и обратно Серебренников проходит под прикрытием адвокатов. На всякий случай, ведь ему запрещено давать комментарии журналистам. Но режиссер нашел свой способ общаться. Надписи на футболках меняются каждое заседание. Чаще всего это цитаты из спектаклей. Сначала жги, потом все утопить. Бог сохранит все. И вот сегодня. Русь, чего ты хочешь от меня? Допросы основных обвиняемых по этому делу продолжатся еще несколько дней. После чего суд начнет заслушивать свидетелей со стороны защиты обвинения. Напоминаю, их может быть до нескольких сотен. Так что судебное заседание продлится еще не один день. Илья Андреев, Юрий Подхоев, РТВАЙ.